Привет! Меня зовут Марина Гончарова. Сегодня я хочу рассказать о вышивальных иглах и сделать обзор на некоторые иголочки. Я приготовила корейские иголочки Грин, иголочки Прим, это Чешская Республика, иголочки Кловер, это Япония, и японские же иголочки Писмейкерс, и напоследок английские иголочки Джон Джеймс. Первые иголочки, о которых я хочу рассказать, это корейские иглы Грин. Я начинала свою вышивальную жизнь с вышивки набора. Там я не знаю, какая это была игла, вообще над этим не заморачивалась. Потом, когда я уже стала вышивать по схемам, я купила в магазине иглы, которые там были. Это были иглы Гамма, я купила даже не пачку, я купила несколько штук, но, к сожалению, они мне очень быстро потемнели и стали, знаете, скрипеть. Это ужасно, когда иглы ты проводишь, она темная, она скрипит, это прям по нервам вышивальщицы, бьет очень сильно. Потом у своей подруги я купила иголочки Грин, и я поняла, что иглы могут быть совсем другие, и влюбилась просто в них, очень они мне понравились. Держу я в руках три номера, самые популярные, самые ходовые. Это двадцать четвертый, двадцать шестой и двадцать восьмой. Чем меньше номер иголочки, тем на меньший каунт он рассчитан, соответственно, на более крупные крестики. То есть, двадцать четвертый номер, он рассчитан на крупные каунты. Это, например, одиннадцатая, двенадцатая, четырнадцатая Аида, или, если это равномерка, то это Луга на двадцать пятый, Белла на двадцатый каунт, Линда двадцать седьмой, даже в двадцать седьмой уже под вопросом. То есть, это на крупные каунты рассчитано, потому что это самые толстенькие иголочки, и ими будет вышивать, если отверстие более крупное. Для более мелких каунтов я советую двадцать шестой, двадцать восьмой. Двадцать шестой, наверное, более универсальный. Двадцать восьмой он идёт для мелких каунтов. То есть, это Мурана Лугана, и, если вольнее, это Белфаст и Эдинбург. Иголочки очень хорошие, на своё качество они стоят недорого. То есть, вот такая пачечка здесь, по двадцать пять иголочек. В двадцать восьмом двадцать. Вот такая пачка игол стоит на сегодняшний день у меня в магазине двести двадцать рублей. То есть, это очень хороший вариант за не очень большие деньги. Конечно, если сравнивать с гаммой, то эти иглы дороже. Но всё-таки я рекомендую вам обратить на них внимание, потому что есть два пути. Экстенсивный и интенсивный. В первом случае мы покупаем сто иголок, тысячу иголок за три копейки. И используем их как расходный материал. Сломалось, потемнело, выбросило, сломалось, потемнело, выбросило. А можно купить хорошие дорогие иглы, беречь их, аккуратно за ними следить. Но они будут доставлять вам удовольствие всё время, пока вы вышиваете. Иголочки Прим. Очень достойное качество. Очень известная, уважаемая фирма. Прим широко очень представлена в России. Они делают как вышивальную, так и швейную фурнитуру. Какие-то замки, всевозможные кнопки, ножницы, резаки, лезвия, клей для смазывания кончиков, канвы. В общем, достойная фирма. Отличная упаковка. Хорошие иглы. Их я тоже вам советую. Здесь в упаковке 6 игл. И у меня сейчас есть 24 и 26 номер. Ушки у них не позолоченные, кроме вот этого микса. Здесь микс 24 и 26. 4 иголочки 26 номера и 2 иголочки 24 номера. Я не понимала, зачем в одном наборе иметь несколько размеров игл. Потому что мы же вышиваем на любимом каунте. И зачем нам менять иглу. А потом в одном из отзывов я прочитала, что кому-то очень удобно покупать такие наборы. Что, допустим, даже в одной вышивке мы можем вышивать разными размерами игл. Например, если это вышивка с какими-то лентами. То есть, что-то мы вышиваем более тонкими иглами. А более толстыми мы, допустим, вышиваем лентами. Или... Ну и, конечно же, люди все разные. И, может быть, кто-то любит на разных каунтах вышивать. Что-то он делает прикладное, вышивает на какой-то крупной салфетке. А что-то маленькое. То есть, очень хорошо, когда можно не покупать две пачки. А можно купить одну пачку. И, в принципе, закрыть свои потребности в иглах разных размеров. Иголочки Кловер Япония. Очень известная тоже среди вышивальщиц торговая марка. Но, когда я покупала, когда я делала заказ для магазина, у поставщика были только такие. Я прочитала, что эти иглы для вышивания. Но, честно говоря, я расстроилась, когда я их получила. Потому что я привыкла, что вышивальные иглы, они все с тупыми кончиками. Почему? Потому что иголка должна проходить между нитками конвы. А эти иглы, они с острыми кончиками. То есть, риск того, что иголка будет проходить не между нитками конвы, а будет расщеплять прям нитку конвы. И это может приводить либо к тому, что крестики будут не очень ровные. И если вы, допустим, где-то ошиблись, и вам нужно распороть, то тоже, естественно, это будет сложнее, когда оно не между нитками, а внутри нитки. Вытаскивать вот эти нитки, распарывать, ну, не очень это приятно. Здесь тоже, видите, микс иглы разных размеров, для разных видов вышивки, для разных стежков, для разных, может быть, материалов, что-то для шерсти, что-то для тонкого шелка. В наборе 16 иголочек, самых крупных по 2 штуки и более тонких по 3 штуки. Здесь, конечно, написано, что это вышивальные иглы. Но это, возможно, для вышивки гладью, где, наоборот, не нужно придерживаться плетения конвы или для какой-то, может быть, бразильской вышивки. Поэтому, вот, обратите на это внимание, что это не такие иголочки, как вот те же примовские и те же гриновские, они отличаются. Что еще мне не очень понравилось, что в маленьких иголочках у них маленькое ушко. То есть, если вы пользуетесь нити-вдевателем, знаете, не таким вот с проволочкой, а с ушком таким плоским, примовским или китайским, то он сюда не пройдет. Вам придется по старинке обмусоливать кончик ниточки и вставлять в иглу. Если для вас это важно, то, увы, это минус именно вот этих кловеровских ниток, именно вот этого набора. Самое сладкое для меня – это мой фаворит, которого я уже долго рекламирую и всячески расхваливаю. На самом деле, расхваливаю искренне, потому что я сама пользуюсь этими иголочками и просто влюбилась в них, когда впервые попробовала. Как я уже говорила, начинала я с грин, и это очень интересно. Сейчас понимаешь, что когда начинаешь свой вышивальный путь, довольствуешься тем, что есть, потом ты что-то узнаешь, что-то пробуешь, и такая, о боже, какие классные иголочки, грин, супер, буду только ими теперь вышивать. А потом я прочитала отзыв с рейтингом разных иголочек, и там вот письмейкерс были на первом месте, такая, боже, ну как же дорого, я могу такую большую пачку купить там за столько-то, а здесь дороже, и всего лишь 6 иголочек нет, ну блин, ну нет, ну не может быть, ну что, ну в чем подвох? Ну за что? Ну эти же хорошие иглы! В общем, долго я так мучилась, ну в принципе 300, там, не помню уже за сколько я их купила, мне их привезли из Украины, и я влюбилась, слушайте, девочки, это реально очень классные иглы, это очень сложно описать в словах, и совершенно невозможно показать на фотографии, но иглы очень классные. Не знаю, с чем это связано, может быть другой металл, может быть другое покрытие, может быть другая обработка, но они идеально гладкие, вот вставляешь ее в канву, и она вот скользит, понимаете, вот она нигде не зависает, нигде не застревает, это какие-то доли мгновений, но каждый крестик это кайф, потому что оно очень плавно скользит. Это один момент, поверхность самой иглы очень гладкая, и очень важна поверхность внутри ушка идеально гладкая, то есть, если мы вышиваем в два сложения нити, у нас висает хвостик, мы периодически его протягиваем, так вот, когда вот в этих иглах протяжечка идет, вот ну просто как поезд идет по рельсам, очень легко, то есть ты потянул, она потянулась, нет вот этих, знаете, рывков, каких-то застреваний, когда поправляешь все время, никогда на это не обращаешь внимания, пока вышиваешь простыми иголочками, причем это даже хорошие иголочки, там какие-нибудь китайскими или гамовскими, по-моему, они тоже китайские, ну ладно, это я не знаю, но как только ты берешь в руки вот эти, ты понимаешь, в чем сила, брат, то есть это действительно очень хорошие, качественные иголочки, я счастлива, безумна, что я их нашла, они не темнеют, я уже долго пользуюсь ими, к сожалению, они куда-то у меня одеваются, то есть я никуда их не выкинула, но у меня уже половина этих игол, поэтому периодически я одну пачечку какую-нибудь с очередной партией себе забираю. Напоследок Джон Джеймс, тоже широко известная марка среди опытных вышивальщиц, и такой бренд очень известный, английский, достойный, и Джон Джеймс, это круто, это очень классно. Честно говоря, это мое небольшое разочарование, но опять же повторю, что это мое личное мнение, потому что здесь уже идут такие тонкости, которые мы понимаем только по ходу работы. Я не пробовала 26, потому что я хотела сравнить, я вышиваю 28 номером, и я сравнивала между собой именно 28 номера, я вот, у меня есть такие иголочки, тут их три штучки, я вот повышевала одно из этих игл, и осталась не очень довольна, то есть, почему, объясню, не потому что иголка плохая, иголка очень классная, но лично для меня, вот эти иглы, да, самое важное, я забыла сказать, что эти иголочки, письмейкерс, они чуть-чуть короче привычных нам игл. В начале я думала, что это не очень хорошо, но, наверное, это не очень удобно, а потом, это я поняла, что это огромное достоинство, потому что, когда мы вышиваем более маленькой иглой, у нас нету большого размаха руки, понимаете, то есть, вот нету такой большой амплитуды, мы маленькую иголочку вставили, и ее легко вытащили, вставили и вытащили, у нас остается меньше хвостик ниточки, это действительно очень удобно, здесь иголочки стандартного размера, то есть, они чуть больше, чем письмейкерс, и я поняла все-таки, что это не так удобно, плюс здесь кончик чуть-чуть более заостренный, чем, опять же, мои любимые письмейкерсы, и не всегда это приятно, то есть, надо чуть-чуть более точно целиться в отверстие, и что самое интересное в этих иголочках Джон Джеймс, вот этот, именно вот этот набор, здесь иголочки полностью позолочены, в отличие от обычных игол, где позолочен только кончик, только ушко, здесь полностью позолочена игла, и мне кажется, если вас размер устраивает, и устраивает цена, то есть, это самые дорогие иголочки у меня на сегодняшний день, они стоят вот эти три штучки, 450 рублей, но если вы можете себе это позволить, то это очень приятное ощущение, вышивать золотой иголочкой, то есть, ты как золотая мастерица, золотые ручки, и у тебя золотые иголочки, конечно же, эти иголочки очень ценные, их надо беречь, но я думаю, что вот у них совершенно не будет проблемы с потемнением, потому что все-таки позолото, золото, оно никак не реагирует с кожей, инертный металл, еще помню из уроков химии в школе, надо пробовать разные варианты, очень часто мы вышиваем и вышиваем, и не знаем, что на свете есть, оказывается, более интересные варианты, какие-то приносящие больше удовольствия. На этом все, я очень надеюсь, что это видео было вам полезным, или может быть интересным, любопытным, если у вас есть какие-то вопросы, оставляйте их в комментариях, я с удовольствием на них отвечу, и, конечно же, я очень рада всем, кто на меня подписывается, всем, кто ставит лайки, я слежу за всеми новыми подписчиками, мне это очень приятно, я надеюсь, что вы присоединитесь к их числу. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова